Здравствуйте! Вы за кем? За ребенком. Благодарительно. Вы называетесь. Проходите. В этом Барнаульском детском саду всех посетителей ждут у входа. О них встречающего заранее оповещает дежурный администратор, который благодаря системе видеонаблюдения знает обо всем, что происходит на территории дошкольного учреждения. Хорошо видно, когда ребятишки на улице гуляют, на своих участках. Все видно, что происходит. Куда, если пошел ребенок, я сообщаю, что ребенок уходит. А кому сообщаете? Воспитатель. У меня же телефон. Видеонаблюдение здесь появилось в начале года. И теперь, признают работники сада, обеспечивать безопасность детей стало в разы проще. Правда, чтобы купить современное устройство, деньги пришлось взять не только в городском бюджете, но и у родителей-воспитанников. Единственное требование, которое сейчас нам оставляют правоохранительные органы, это обеспечение физической, квалифицированной охраной. Конечно, это бы не помешало. А вопрос в чем? Финансовый? Конечно, да. Сегодня далеко не все дошкольные учреждения края полностью отвечают современным требованиям безопасности. Но недостаточное оснащение садов ответственности с воспитателей за охрану здоровья и жизни детей не снимает, подчеркивают в Краевом управлении по образованию. После инцидента в Смоленском районе чиновники решили принять дополнительные меры. Во всех садах провести внеплановые проверки, ответственных лиц обучить и спрос с них ужесточить. Этот случай мы разберем на всех совещаниях руководителей муниципальных органов управления образованием. И такие же разборы проведем на всех муниципальных совещаниях заведующих детских садов. Вот на таком печальном факте мы проведем обучение всех наших руководителей. По результатам проверки будут, конечно же, сделаны выводы. Где-то это и дисциплинарные взыскания. Внеплановая проверка дошкольных учреждений края продлится до ноября. По ее итогам, обещают чиновники, не только спросят соответственных лиц, но и сделают выводы о необходимом материально-техническом оснащении детских садов. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Продолжение следует...